Йоу, ватсап, и с вами Бородатый Лингвист. Сегодня мы будем проходить неопределённые местоимения some и any. Также я вам расскажу немножечко про no. Неопределённое местоимение some переводится как немножко или несколько, а неопределённое местоимение any переводится как любой. Неопределённые местоимения some и any употребляются перед несчисляемыми существительными и существительными во множественном числе количество которых вы точно не знаете. Согласно учебникам есть два основных правила. Первое, что неопределённое местоимение some употребляется только в утвердительных предложениях, а неопределённое местоимение any употребляется в вопросительных и отрицательных предложениях. И эти правила в целом справедливы и вообще вас поймут. Но я хочу рассмотреть некоторые случаи, где мы можем от этих правил немножко отойти. То есть использовать some в вопросительных предложениях, а any в повествовательных. Например, I have some milk. У меня есть немножко молока. Здесь мы используем some в значении немного, чем оно и является. То есть вы не знаете, сколько молока у вас есть. И вы не говорите примерное количество. Вы говорите немножко. Some, чуть-чуть. Какое-то неопределённое количество молока. Но также в этом случае можно задать вопрос. Do you have some milk? У тебя есть немножко молока. То есть существительное milk молоко, оно неисчисляемое. Мы не знаем, сколько его. И поэтому говорим some. Немножечко, чуть-чуть. Можно мне немножко молока? Блин, в пух надоел летать. Если тебе тоже надоел пух, то ставь лайк. Отличный пример из игры, которую я просто обожаю. GTA Vice City. Go get some sleep. Go get some sleep. Давайте переведём. Иди немного поспи. Или же дословно, иди получи немного сна. Да, да, глуповато, но вот так. Сон — это неисчисляемое существительное. Значит, мы можем к нему добавить неопределённое местоимение сам. В значение немного. То есть иди немножко поспи, чуть-чуть. Вот тоже неплохой пример со всеми любимым Snoop Dogg. Перевод тут, в принципе, понятен. Дай мне немножко травки, дай мне немножко ганжи. Сам здесь выступает в значении немного. То есть дай мне немножко, там один косячок или чё. Ну, поскольку ганжа является неисчисляемым существительным. То есть, ещё раз, самое главное правило о сам. Используйте его в повествовательных предложениях в значении немного. I need some sugar. Мне нужно немножко сахара. You get some milk. Ты получишь немножко молока. I want some candies. Мне хочется немножко конфет. Думаю, здесь пока всё понятно. Перейдём к any. Как я сказал раньше, any употребляется в вопросительных и отрицательных предложениях. Вот пример. Do you have any special talents? Как правило, этот вопрос часто задают на собеседовании. Any здесь используется в значении какой-либо. То есть у вас есть какие-либо особые навыки. Можно ли было здесь any не ставить вообще? Можно. Но any дополнило нашу речь. Оно сделало её более яркой, более насыщенной. Можно ли было употребить слово any с молоком, с ганджей? Да, можно. Но смысл совсем поменяется. Например, Give me any ganja. Что это значит? Это значит, что дай мне хоть какой-нибудь травы. Дай мне хоть что-нибудь. У меня ломка. Я не могу. Мне вообще всё, что угодно подойдёт. А если мы используем any с молоком, то смысл немножечко поменяется. Например, Do you have any milk? Это будет переводиться как У тебя есть хоть какое-то молоко? Вот мне вообще по барабану, я там блины делаю или из чего там, я не знаю, готовиться. Я просто с мамой живу, я не знаю. Можно ли употребить any с нашей первой фразой? Go get any sleep. Нет, нельзя. Это звучит странно. То есть Иди поспи любой сон. Нет, так говорить нельзя. Здесь мы any поставить не можем. Ну и вообще в целом так никто не говорит. По крайней мере, я ни разу не слышал. Может быть, я ошибаюсь. Что же касается отрицания? Отличный пример есть у замечательной Карлы Делевинь. I don't have any balls. У меня нет никаких шаров. Да, шары здесь в значении яйца. Забавный английский. Как вы могли заметить, что в русском языке мы говорим напрямую. В английском же языке используют метафору с шарами. То есть I don't have any balls. У меня нет никаких шаров. У меня нет никаких яиц. Потому что я девушка. Да ладно! Тоже отличный пример. I don't have any money. I don't have any money. У меня нет никаких денег. Вообще ни копейки. Можно ли сказать I don't have some money? Нет, нельзя. Это звучит странно. Немножко подытожим. Any можете спокойно употреблять в вопросительных предложениях и в отрицательных. Опять же, вас в любом случае поймут и это будет грамматически верно. Но все равно можно это все комбинировать немножко. Но вы же не думали, что все будет так просто? К some и any мы можем подсоединить такие слова, как thing, one, time, body, where. И из них уже получатся другие неопределенные местоимения. Как, например, somebody или anybody. Someone или anyone. Somewhere или anywhere. Со всеми этими местоимениями, которые происходят от some и any, работает та же самая схема. Производные от some используем в фейстовательных предложениях. Производные от any используем в вопросительных и отрицательных. Грамматически это будет абсолютно верно, но давайте рассмотрим несколько отдельных случаев. В чем же разница? Производные от some имеют более уточняющее значение. Например, somebody переводится как кто-то. И anybody тоже переводится как кто-то. Но somebody это именно кто-то конкретный. То есть не просто какой-то человек, да, а кто-то конкретный. Если же говорить о anybody, то здесь имеется в виду вообще кто угодно. Вообще прям кто угодно, неважно. А отличный пример есть в песне Beatles' Help. I need somebody, not just anybody, you know I need someone. Итак, давайте переводить. Мне нужен кто-то, не просто кто-то. Ты знаешь, мне нужен кто-то. Господа, этот абсурд меняет на канал. Но, если разобрать это все подробнее, то мы найдем здесь некую разницу. I need somebody. Мне нужен именно вот какой-то определенный человек. То есть, по сути дела, возможно, он даже знает того человека, который ему нужен. Возможно, это было посвящено какой-то девушке. Not just anybody. То есть не просто кто-то, не просто любой человек, не просто какая-то рандомная девушка. И потом дальше. You know I need someone. Ты знаешь, мне нужен вот именно кто-то. Именно тот самый. Ты знаешь. Эта песня нам четко разделила понятие между somebody и anybody. То же самое с someone и anyone. Someone это кто-то особенный. Anyone это кто угодно. На самом деле, разница между someone и somebody небольшая. Это слова-синонимы. Еще есть пример у одной из моих самых любимых групп. Queen. Песня Somebody to Love. Can anybody find me somebody to love? Can anybody find me? Может ли кто-то найти мне? Кто-то, в смысле вообще кто угодно, хоть кто-нибудь. Может хоть кто-нибудь помочь мне найти somebody? Кого-то, кого-то определенного. Ну, чтобы любить, для того, чтобы любить его. То есть найти вторую половинку. Здесь мы тоже видим, что somebody и anybody сильно отличаются. С something и anything та же самая история. Ну, то есть для того, чтобы не усложнять, в учебниках пишется, что something используется только в утвердительных предложениях, а anything используется только в вопросительных и отрицательных. Но здесь такая же логика. Something – это что-то особенное, что-то конкретное. Anything – это все, что угодно. Абсолютно, неважно, какая это вообще рандомная вещь, пофигу. Давайте разберем на примерах. Приходит человек в магазин и говорит Do you have something special for me? У тебя есть что-нибудь особенное для меня? То есть, когда он это говорил, он знал, что именно он хочет. То есть, какую-то определенную вещь. Если бы он зашел и сказал Do you have anything special for me? У тебя есть что угодно особенно? То есть, какая-то вещь, о которой он, в принципе, не знает. То есть, ну, возможно, они сейчас помогут ему найти. То есть, эти предложения, они очень схожи, но в то же время они очень отличаются. Тут самое главное – найти вот эту логику, поймать волну. Или, например, ребенок нашкодил, и мама ему говорит Do you have something to say? То есть, у тебя есть что сказать? То есть, она примерно понимает, что она хочет от него услышать. Она хочет услышать от него извинения, да? И поэтому говорит something. Если она скажет Do you have anything to say? Это значит, что мама в шоке. Она вообще не знает, что произошло. Она ждет от него хоть какое-то оправдание, чтобы он ей просто объяснил, зачем он это сделал. В утвердительных предложениях эта логика тоже работает. Например, I need something. Мне нужно что-то. I need anything. Мне что угодно подойдет. То же самое мы делаем и с другими местоимениями. Somewhere. Где-то в особном месте. Anywhere. Где угодно. Sometimes. Иногда. Anytime. В любое время. Вообще, когда угодно. Опять же, я повторюсь, что Some имеет более уточняющее значение, а Any имеет более размытое значение. Ну и вдогонку ловите то, о чем я вам обещал. Nobody, nothing и no one. Они употребляются только в отрицательных предложениях, но здесь есть одно но. Дело в том, что в русском языке мы используем двойное отрицание. То есть, я ничего не знаю. Ничего первое отрицание, не знаю второе отрицание. В английском языке так не работает. В английском языке достаточно только одного отрицания. Давайте переведем эту фразу. I know nothing. То есть, я знаю ничего. Достаточно всего одного отрицания. Но мы переводим это как я не знаю ничего. Или же уже тем способом, о котором я говорил ранее. То есть, добавляем anything. I don't know anything. Я не знаю вообще ничего. Ну или с nobody. Nobody can help me. Никто мне не может помочь. В офигенном клипе Little Big есть сразу два примера. Nobody can change it. Никто этого изменить не может. Опять же, видим только одно отрицание. И... Because nothing is happening. Because nothing is happening. Потому что ничего не происходит. Опять же, видим только одно отрицание. Nothing is happening. На этом наш урок заканчивается. Если вам нравится такой формат роликов, и вы узнали что-то полезное, то я буду очень благодарен, если вы поставите мне лайк, и поможете распространить это видео в социальных сетях. Также я оставил домашнее задание. Скачивайте, пишите ответы в комментарии. Я отвечу, помогу исправить ошибки. Ну и если что, мы с вами разберемся. Также заходите к нам в Телеграм. У нас там просто бомбический английский. Я кидаю туда задание. Мы общаемся и вообще весело проводим время. Также добавляйте меня в социальных сетях. Тогда у вас точно не будет возможности пропустить новый ролик. Спасибо. С вами был Бородатый английский. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok